Привет! Вы смотрите канал Ellen Place Games. Меня зовут Лена. Это продолжение игры Great Fall. Двинуемся дальше, изучать историю Тилемы по стопам Святого Матеуса. Выяснить, куда ушел Святой Матеус. Смотрим. Перемещаться нужно в эту зону. Так что пойдем узнавать. Где это? Куда он делся? Чем он тут занимался? Так. И мы уперлись в отсутствие прохода, да? Чтобы сюда забраться. У меня, видимо, недостаточно каких-то навыков. А есть туда проход какой-то другой? Может быть, с другой стороны. Ммм... Через лагерь? Точно нет. Здесь? Увы. Так. Ммм... Нам пришлось вернуться прямо сюда. А вот тут есть проход. Возможно, с этой стороны получится. Пойдем искать. Кто здесь? Ой, плюется. Один только? Всего один. Хорошо. Наверх. Тропинка куда-то ведет. Ведет, ведет. Ну, пока вроде идем куда надо. То вверх, то вниз. Ага, тут уже покрупнее зверя. Давайте вы постоите. А-а-а, вы не хотите стоять. Хорошо, что их только двое. Потому что ребята такие довольно-довольно толстые. И бьют хвостами, я насколько знаю, сбивают с ног. Что здесь? Болото, туман, еще зверя. Именно там, куда нам нужно, да? Угу. Угу, да, приближаемся. Один он тут, что ли? Нет, не один. Постой. А что, второй не хочет на нас? Леонид с пятого. Возможно, возможно, ну. Будем сражаться. Какие-то они крокодилы, по-моему, да? Что-то вроде того. Что еще тут есть интересного? А там, с другой стороны, нет ничего полезного. Вроде нет. Ну, значит, идем дальше. Нужно тут побродить, если здесь кто-то жил. Он должен был подыскать себе более сухое место. Да уж на таких болотах вообще какой смысл жить. Так, тут есть место для лагеря. Отлично. Разбиваем. Все мы, все три разбили в этой области. Давайте посмотрим. Задание у нас так. Картография. Да, сколько у нас еще осталось зон? Ой, много, очень много. Еще весьма и весьма, да. Ладно. Так. Ну, вот вы любители позакрывать проходы со всех сторон. Так, чтобы невозможно было обойти, да? Что у меня с местом? 130. Надо, наверное, что-то разгрузить. Сейчас посмотрю. Так, что у меня есть лишнего? Тяжелого. Что мне не нужно с собой таскать? А нет, надо вернуть обратно его. Защитный медальон монаха. Нет. Так, что я туда выложила? Чем у меня был этот? Старый вышитый камзол. На что? На науку. Да нет, пожалуй, не нужен мне с собой. Обойдусь. Поднимаемся. Ох, мне не нравится этот... Как выглядит. Скорее всего, это будет босс. Предполагаю, что так. И, возможно, будет он этим своим копьем бить. Довольно серьезно. Надо мне проверить, все ли зелья у меня есть. Оживляющий порошок. Да. Дели сопротивление. Ну, кстати, надо использовать. Пусть будет так. Равновесие, ловкость. Пусть ловкость будет. Что еще? Равновесие. Хорошо. Они же у нас все друг с другом взаимодействуют. Мощь, магия. Ярости. Сильное зелье ярости. Ну, попробуем. Да, нам нужно его победить, явно. Так, стоять он долго не хочет. Так. Тихо. Отходим, отходим. Ребята, давайте вы ворветесь, а? Потому что у меня это тоже зелье не... Все, у нас спадают. У него уже хорошо. Уже почти спало. Угу. Но он готовится куда-то прыгнуть. Так. Нет, дружочек, давай ты не будешь этим заниматься. Ну, давай, Каперио, приагривай на себя его, пожалуйста. Давай, давай, давай. Уничтожение брони у нас уже почти закончилось. Вернее, да, так и есть. Оно закончилось. Не-не-не-не-не. Стоим, стоим. Не надо. Стоим, стоим, дружочек. Куда-куда-куда-куда-куда-стой. Стой, 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 стой. Не надо. Пожалуйста. Постой. Вот так, хорошо. Оп-оп-оп. Так. Хорошо. Нет. Никаких кастов. Угу. Вы будете его сами пинать или нет? Или совсем вы не хотите это делать, да? Нет, вы не хотите, явно. А я не хочу его к себе подпускать. Так. Опа. Оп. Не-не-не-не-не. Где у меня тут оборотики? Раз. Два. И стоим. Снова стоим. Стоим. И еще стоим. Отойди тут небезопасно. Да я сама знаю. Он кинда кидается чем-то. Ну давай еще отпрыгивай. Постой, 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 постой. Баночку. Стой. Не надо. Так. Хорошо. Контроль, контроль. Наше все. Контроль, контроль. Так, так, так. Постоим, постоим. Еще. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Нет-нет. Стой. Куда собрался? Стой. В конце ты, может быть, как начнешь тут пинаться. Серьезно, я не хочу. Все, давай, добиваем. Быстренько. Давай, 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 давай. Вот тут, тут, тут. Отлично. Кристалл памяти, жертвенный меч и кость какая-то повелителя. Ну, в целом, очень даже бой был легкий, я бы так сказала. Хороший контроль. Помогает. Так. Что нам там выдали такой? Жертвенный меч. Ловкость 3. Пожалуй, наверное, его никто у меня не может использовать, да? А вот, кстати, он получше будет, да? Углушение чуть-чуть получше, но и расход ярости на атаку тоже выше. Но если его заточить... А, нет, его нельзя заточить. Тогда, наверное, не стоит. Нет, конечно же, нет. А здесь еще можно что-то на спала, что же воткнуть. Ну, да. А почему у меня... Ммм, только на одну был заточен. В общем, надо будет подточиться. И что? Мы сюда пришли. Победили. И теперь нам нужно выяснить, куда ушел святой Матерус. А где? Каким образом? Не понимаю. Еще чуть-чуть вниз. Так. В каком месте? Посмотреться. Где-то направо. А где? Что? Прямо здесь. Прямо здесь. Что-то я как-то... Все, нет. Теперь наверх. А где это место? В каком тут уголке оно спрятано? Почему я не вижу? Да вот, прямо здесь. Что такое? Что за... Что я где не нахожу? Очень странно. Очень странно. Не знаю, не знаю, что стряслось. Почему? Почему нет никаких тут действий? Как-то мне непонятно это. Но не здесь. Явно не здесь. Да что? Что будешь делать? Странно. Очень странно. Какие-то хрюки тут раздаются. Так, ладно. Если попробовать пройти дальше. Может быть это где-то под землей? Скорее всего. Да, вот пещера. Будь я старым отшельником, поселился бы там. Угу, он показывал не совсем в ту сторону, какое нужно. А я как дурочка тут, давай бегать по карте искать. Вот что он сейчас сюда, ну да. Почему он сзади показывал? Идем в пещеру. Здесь кто-то жил, придется осмотреть пещеру, если мы хотим найти какие-нибудь вещи святого. Так, давайте-ка вы постоите. Я вас так не люблю. Такие противные. Плюются всякой гадостью, сваливаются на голову. И там еще внизу такие же гнусные мыши. Где вы тут? А вы что там остались? Нападайте, давайте. Это мало того, что я питал одиночку, практически била. Так и тут вы не хотите работать. Но с другой стороны молодцы, не мешают мне, когда я контролю. Там можно пройти, куда-то протиснуться. Давайте осмотримся здесь. Похоже на место какой-то. Вход с заблоченной корнями, да? А здесь что? Водопад. Вон еще вход. Сюда нет, не спуститься. Значит, все-таки в эту сторону, да? Тут куча каких-то домов, которые... Второй уровень дуа. Я могу пройтись у нас. У меня уже есть. Хорошо. Еще мыши. А вы где? Где вы где? Даже не знаю. А вы только идете. Понятно. Тут... Какие-то тряпки, да? А нет, это дохлая мышь. Сундук. Ритуальная броня. Ритуальные перчатки, ботинки и старый шлем. Посмотрим. А я ее не могу использовать, потому что нужна выносливость 4, но она симпатичная. А кто может? Васка. Нет. И, к сожалению, корт тоже не может. Выносливость 4, ничего себе. Ладно, посмотрим перчатки. Да, выносливость 3, выносливость 3, да уж, к сожалению, никак. Так, что нам тут еще дали? А, еще был шлем. Выносливость 3. Ну, увы, потому что такого у меня нет. Где-то у меня вообще? Энергичность, наука, интуиция, характеристики, да? Вносливость. А, это еще очень не скоро, потому что мне нужна духовная силу для того, чтобы кольцо брать. А это будет только на 25 уровне. А сейчас у меня 24 и половина, 24. Да, все это еще не скоро или вообще никогда. Какая красивая вода. Такая прям зеленая. Водопад тоже симпатичный. Так что нам дальше куда? Вот сюда. А, значит, обратно через эту щель, да? Пробираемся. И идем дальше. А мы туда, куда надо? Нет. У нас за спиной это место осталось. Ну, я отсюда пришла. Ну, да. Опять вот оно за спиной, а на самом деле явно сюда. Настенные рисунки и безделушки. Этот их отшельник вполне мог здесь жить. Давайте рассмотрим рисунки. Они выглядят интересно. Да. Смотрим. Этот рисунок очень старый. Тут изображен старик в одежде священника, которому разрисовывает лицо островитянин в маске. Здесь. На стене старик, который молится перед лицом в горе. И в руках у него четкие. Маттеус молился «Энон Милфриктемен». Эти символы мне не знакомы, но такие спирали рисуют местные. Рядом с ними слова, написанные на нашем языке. «Свет и земля — два лика одной силы». Не знаю, перевод это или самостоятельное предложение, но инквизиторам такое точно не понравится. Вот, что еще тут. Скрижали с надписями. Они похожи на те, что мы нашли в Эдеме. Надо забрать их с собой, и следователи скажут нам спасибо. Что-то я очень сомневаюсь, что они обрадуются всему этому. Здесь какие-то островные символы и надпись на нашем языке. Как будто кто-то пытался писать на местном, используя наш алфавит. «Энон Милфриктемен». Невероятно. Получается, святой Матеус знал про духа острова и молился ему. Вот это два. Так, а, вот еще в центре. Похоже на оловянные четки. Довольно простые, но очень старые. Их точно сделали на континенте. Насколько я помню, святого Матеуса почти всегда арестовали с похожими четками. Что же мне делать с этими реликвиями? Евгения, наверное, и представить не могла, что святой Матеус жил совсем не так, как призывают жить они. А Вергилиус в чем-то был прав. Такое открытие явно вызовет раскол в телеме. Это старье может вызвать гражданскую войну. Или стать залогом мира с островом. Рассказывать о нем или нет – вопрос серьезный, но... Мы тут ни при чем. Это их святой. Так что им и решать. В этой ссоре я уже выбрала сторону. Если я передумаю, это могут считать предательством. Я должна буду подумать об этом, пока будем идти к лагерю исследователей. Найти что-нибудь, что принадлежало. Нашли и выполнили. Дикий пророк. Сообщить сестре Евгении о своих открытиях. Вот уж не думаю, что они будут рады. Ну, по-хорошему, при таких исследованиях нужно все запечатывать и оставлять на месте. А то, мало ли, нас тут теперь обвинят в том, что мы подтасовываем факты. Да? Стоило бы, конечно, все пооставлять. Но это игра. Так что посмотрим, какие будут результаты у всего этого. Никто нас тут не ждет на выходе, я надеюсь. Так, а что это у меня так мало? Здоровья. Ну, вроде тут спокойно все. Так что сейчас быстренько переместимся поближе к лагерю. Угу. Ох, чувствую, сейчас будет непростой разговор. Ну, я за то, чтобы поведать этому миру правду. Тем более, не нравятся мне эти телемцы с их оголтелой религиозностью и навязыванием своей веры. Ну, так что? Вы нашли что-нибудь? Или вам нужна моя помощь? Доложите о своих открытиях. Мы нашли пещеру, в которой много лет назад жила целая группа людей. В основном островитяне. Это было священное место, поэтому его защищал хранитель. И вы нашли что-нибудь, связанное с великим пророком? Какие-то вещи? Может быть, скрижали? Рассказать правду, отдать реликвии или скрыть истину и оставить реликвии у себя? Пока что у нас симпатию нам дали. Но рассказываем правду. На стенах пещеры были изображения святого Матеуса. Изображения? Продолжайте. Это очень интересно. На одном из них святого Матеуса разрисовывают лицо островитянин, а на другом он молится Богу горы. Вы... Вы шутите? Вы хотите сказать, что наш святой принял веру островитян? Судя по всему, так и было. Другие предметы, которые я нашла, тоже указывают на это. Посмотрите, здесь есть надписи. Вот скрижали, и также вот его чётки. Его чётки? Не могу поверить. Это... Так... Простите, у меня просто нет слов, чтобы выразить свои чувства. Вы должны пойти со мной. Об этих открытиях нужно рассказать предстоятельнице. Всё наше вероучение должно измениться. До сих пор любой, кто хотел оспорить догматы, мог обжечься. И, увы, буквально. Вы думаете, предстоятельница станет нас слушать? У нас такие весомые доказательства, реликвии. Мы с вами убедим её открыть миру правду? Хорошо. Я постараюсь вам помочь. Похоже, мы прибыли как раз вовремя. Спасибо, что предупредили нас, брат Вергелиус. Вергелиус? Как вы узнали? Госпожа Десарда не слишком обязительна умеет врать. Нам сообщили о ваших открытиях и о том, насколько они опасны. Немедленно отдайте нам все свои находки, мы их уничтожим. Как можно уничтожать скрижали, созданное самим основателем нашей религии? Из любви к нашему вероучению и нашей державе. Раз вы не подчиняетесь нашим приказам, придется применить силу. Смерть еретикам. Ну, я так и думала. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут сейчас будет битв? Так, ладно, подхилим всех. Хилимся. Кого тут надо еще убивать? Ну, убью всех, шо ж поделаешь. Раз вы такие и не хотите правду знать. Да, и хотите жить в обмане и дальше. И обманывать всех. Ладно, вы сами обманывались только. Придется с вами со всеми посчитаться. Ну, шо ж поделать. Кто тут еще? Тихо. Живем. Поверить не могу, что я сражалась против своих же братьев по вере. Меня очень беспокоит, что на нас охотится Инквизиция, Миледи. Нужно поскорее добраться до Сан-Матеуса. Там они не посмеют напасть. Хотя эти люди, наверное, последние, кого Инквизиция может отправить против нас. Вы правы. Скорее всего, без вашей помощи я бы не добилась успеха. Но есть риск, что предстоятельница тоже отвергнет наше открытие. Я полагаю, могу использовать то, что я о ней узнала. Я приведу с собой Петруса, и он найдет нужные слова, чтобы убедить ее. Это прекрасная идея. Отец Петрус славится своим красноречием. Мы должны рассказать обо всем предстоятельнице как можно скорее. Я изучу скрижали еще раз, чтобы не упустить ни одной детали. Найдите меня во дворце в Сан-Матеусе перед докладом. Хорошо. До встречи, сестра Евгения. Берегите себя. Встретиться с сестрой через некоторое время. Так, что он не хочет собирать? Или хочет? Собирает. Что-то мы там... Много тут всего. Да, и монеты, и одежды, и броня. Ключ от тюрьмы Ордена Света даже нам выдали. Неплохо. Посмотрим, нет ли чего полезного. Вроде нет. Перчатки епископа, инквизитора. Да, они как-то вообще не лучше даже, чем старые. Фиолетовая хуже, чем синяя. Хотя, если, может быть, их заточить... А чем они будут? Сопротивление магическому урону у них лучше. Урону ядом. Может быть, может быть. Так, там был какой-то Моргенштерн. Но... Нет. Не надо. Тогда нам нужно отправиться в Сан-Маттеус. И... Там уже... Решать, что нам делать дальше. А где у меня тут был вход? Проход к лагерю моему. Так. Где лагерь? Прямо здесь. Он прямо здесь где-то, а я... Угу, да. Нашла. Хорошо. Мне надо было там что-то забрать, продать. Сейчас займусь этим. А я у себя нашла. Какой-то другой еще плащ у меня есть. Священник красный. А я его надену. Да. Торговцы тоже ничего. У торговца есть окантовочка такая золотистая. Ну, пусть будет священника. Вроде, ну, что выглядит. Когда этот... Вернем. Вот сюда. Угу. Побегаю в красном плащике. Все, перемещаемся. Значит, а что здесь? Найти лекаря? Нет, сначала делаем дальше задание. Так что идем в Сан-Матерус. Ну что, нам осталось 5 часов. Переждем. До скольки отдыхать до заката? Так, ну пусть будет до заката. Убедить предстоятельницу. Не скрывать правду о святом Маттеусе. Так, что я не сделала? Мне нужно было с собой взять Петруса. Вот что я не сделала. Да. Петрус вместо Васка. Васка. Да. Пойдем с Куртом и с Петрусом. Возможно, Альфру еще надо было бы взять. Ну, не знаю. Попробую так. Хорошо. Попробую так. Вход с площади. Что у них этот местный полубок? Здесь так привязанный, сожженный все время и остается его труп. Дворец на местнице. Наверное, здесь будут варианты. Так что, пожалуй, я сохранюсь. Нам нужно добиться результата, чтобы и с ними не потерять какое-то нормальное взаимоотношение. Потому что, вот, да, симпатию заполучили уже с Телемой. И в то же время мне бы, конечно, хотелось, чтобы правда была открыта всему миру, так сказать. Ну, посмотрим. Да, она уже здесь. А, миледи, мы вас ждали. Сестра Евгения как раз рассказала о ваших достижениях и о невероятных открытиях, которые вы сделали. Ваши находки изменили наше представление о последних годах жизни пророка. Все говорит о том, что он не обращал островитян нашу веру, а, напротив, заимствовал некоторые из их ритуалов. Он создал из культа просветленного и культа природы единое вероучение. Мы совершим прорыв в теологии, если это подтвердится. В то же время такой прорыв может навредить нашему государству. Мы должны проверить факты. Пещеру видели только вы. Возможно, все это не более, чем фальсификация. Поговорить о пещере. Пещера, которую мы нашли, находится в глубине болот. Деревень островитян рядом нет. Внутри остались следы жилья, но там явно никто не был уже много лет. Мы не заметили ничего, что указывало бы на работу мошенников. Охранители. Вход в пещеру защищал один из тех великанов, которых местные называют «Надоик». Эти хранители обычно живут в местах силы и никого не пропускают без боя. Мне пришлось убить его. Судя по всему, в пещеру уже очень давно никто не входил. Поговорите о рисунках и реликвиях. На стенах пещеры мы обнаружили древние рисунки. На них изображен святой Матеус. Это понятно по его учеткам. На одной из фресок он молится островному божеству. На другом его разрисовывает островитянин. Я понимаю, что в это сложно поверить, но судя по возрасту рисунков, они подлинные. В то же время, судя по скрижалям, которые мы нашли в пещере, наш основатель не отрекся от культа просветленного. Он просто считал его другим ликом одного и того же божества. Даже если реликвии подлинные, мы не можем полагаться только на ваши слова. Ваша светлость, политическое и религиозное значение этих открытий очень велико. Они могут вызвать расколы и гражданскую войну. Что, если нашей стране хотят навредить? Указать на положительные стороны 50% возможность убеждения. Предложить ей посетить пещеру лично. А что такое 3? Даже не знаю. Напомнить ей о долге перед вами или оскорбиться в ответ на подозрения. Даже не знаю. Харизма, ну попробуем. Или предложить ей посетить пещеру? С другой стороны, да. Попробуем. Ммм, ааа, недостаточно таланта. Нужно третий уровень иметь. Вот оно что. Тогда харизма. Вы видите опасность для своего государства. А я вижу еще и пользу. Если ваше учение о свете не будет противоречить верованиям островитян, вы добьетесь сближения с их народом, чего до сих пор не удавалось никому. Недостаточно высок. Какую пользу принесет это открытие? Возвать к ее вере или поговорить о нападениях Ордена Света? Также я хочу сообщить, что в этой экспедиции принимал участие один из инквизиторов Ордена Света. Он несколько раз пытался ее сорвать и даже убил некоторых из своих спутников. И, наконец, он напал на нас, когда мы решили вернуться в Сан-Маттеус. Никогда бы не подумала, что оставшиеся инквизиторы пойдут на такие крайности. Если это происходит уже сейчас, представьте, что будет, когда все узнают о ваших открытиях. Ваше Святейшество, наша держава оказалась на перепутье. Как верующий должен вести себя в такой ситуации? Он должен молиться и уповать на мудрость того, кто жил раньше и был гораздо мудрее. Святой Маттеус указывает нам новый путь. Как можем мы, истинно верующие, отвернуться от него? Но вы удивляете меня, Петрус. Вы всегда смотрели на вещи как политик, но, похоже, вы говорите искренне. Тут есть о чем подумать. Благодарю вас. Кто-нибудь хочет что-то добавить? Упомянуть об откровениях Святого Люциуса и предупредить, что хранить такую тайну опасно? Ну, угрожать, думаю, не стоит. Я понимаю, вы беспокоитесь о том, какие перемены принесут с собой наше открытие. Как и вы, Святой Люциус колебался, стоит ли рассказывать о путешествии своего учителя. Однако он записал все, что знал, и телема до сих пор прислушивается к его словам. Спасибо большое. Мне нужно уединиться, чтобы все обдумать и принять решение. Репутация плюс три. После долгих размышлений я решила, что для блага нашей державы будет лучше умолчать об этих опасных открытиях. Мы не хотим развязать гражданскую войну. Но ваше святейшество, наше исследование... Хватит, сестра, я приняла решение. Вам придется прекратить работу. Я не могу держать в секрете то, что обнаружила мир, должен знать. Было бы прискорбно узнать, что одно из наших лучших богослов арестовали за ересь. Я очень хорошо, ваше святейшество. Ваша светлость, вы много сделали для нас, и я вам за это благодарна. Надеюсь, вы умеете хранить тайны. Не хотелось бы, чтобы наши отношения с Содружеством пострадали из-за сомнительных заявлений. Разумеется, ваше святейшество. Не удалось убедить, но задание выполнено. Получен опыт, получен новый уровень. И, соответственно, у нас также получена и симпатия. Да, она осталась, сохранилась. В дружбу мы не перешли. Но вот таким образом. Что ж, я попробую еще раз. Может быть, получится. Так что здесь сохранюсь и сделаю еще одну попытку. Потому что 50% это рандом. Может быть, нам удастся убедить. Где у меня было автосохранение? Вот, быстрое сохранение здесь. Перезайду. Посмотрим. Пробуем другие варианты. Оскорбиться в ответ на подозрения. Вы полагаете, я придумала все это, чтобы ослабить Телему? Это же вы послали меня в Эдом, чтобы помочь в исследованиях. Память подводит вас, ваша светлость. Я всего лишь просила вернуть украденное. Вы справились, и за это я вам благодарна. Ни о какой помощи в исследованиях речи не шло. Ах, вот оно что. Поговорить о нападениях Ордена и воззвать к ее вере. Даже не знаю, но еще раз попробуем. Ваше Святейшество, мне кажется, мы сосредоточились не на той стороне проблемы, на политике. Но наше открытие – это в первую очередь вопрос веры. Веры в свет и истину. Телема решила идти путем Святого Матеуса. Так разве не следует пройти его до конца? Вы не ошибаетесь. Кто мы такие, чтобы подвергать сомнению выбор пророка? Ваше Святейшество, наша держава оказалась на перепутье. Как верующий должен вести себя в такой ситуации? Он должен молиться и уповать на мудрость того, кто жил раньше и был гораздо мудрее. Святой Матеус указывает нам новый путь. Как можем мы, истинно верующие, отвернуться от него? Вы удивляете меня, Петрус. Вы всегда смотрели на вещи как политик. Но, похоже, вы говорите искренне. Тут есть о чем подумать. Благодарю вас. Кто-нибудь хочет что-то добавить? Упомянуть об откровениях Святого Люциуса, предупредить, что хранить такую тайну опасно. Я понимаю, что вы беспокоитесь о том, какие перемены принесут с собою наше открытие. Как и вы, Святой Люциус колебался, стоит ли рассказывать о путешествии своего Учителя. Однако он записал все, что знал, и Телема до сих пор прислушивается к его словам. Спасибо за ваше признание. Мне нужно уединиться, чтобы все обдумать и принять решение. После долгого размышления я пришла к выводу, что мир должен узнать о ваших открытиях. У богословов уйдут годы на то, чтобы изучить все находки, но мы должны следовать по пути, который предложил Святой Матеус. Спасибо, Ваше Святейшество. Я буду рада присоединиться к исследованиям. Не сомневаюсь, сестра. Для начала я бы попросила вас проводить меня в эту пещеру. Я хочу помолиться там, где Великий Пророк провел свои последние дни. Что касается вас, Ваша Светлость, я сердечно благодарю вас за помощь, которую вы нам оказали. Без вас я бы вряд ли приняла такое тяжелое решение. Всегда к вашим услугам. Позвольте и мне поблагодарить вас, Ваша Светлость. Если бы не вы, мы бы до сих пор блуждали во тьме. Вот, наконец-то получилось. Это у меня была уже третья попытка. Со второй я не смогла. Я думаю, еще проще было бы, если бы мы сразу предложили ей посетить пещеру. Итак, у нас получен 25 уровень. Что у нас здесь? Вот, теперь у нас есть Дружба с Тилемой. Да, то есть мы выбрали самый лучший вариант. В предыдущем у нас сохранилась только Симпатия. Отлично. Посмотрим, куда нам распределить два очка навыка. Ну, я буду продолжать открывать вот эту ветку. Молниеносный рывок позволяет совершить рывок, быстро применив уклонение два раза. Совместимо только с навыком Кольцо Божественной Магии. Используем. В характеристиках мне нужно дальше открывать Духовную силу, чтобы я могла носить лучшие кольца. Она у меня там уже лежит давным-давно. И таланты. Оставшиеся очки одно. Куда? Ну, харизма, наверное, интуиция тоже хорошо. Для интуиции, что позволяет получать больше компонентов при переработке. Открывает дополнительные варианты в диалогах. А пусть будет. А пусть будет третьего уровня интуиции у нас. Да. И кольцо, кольцо. Вот оно, Божественной Ярости. Не то, чтобы оно прям очень сильно... Но оглушение, кстати, получше. Да, оглушение лучше. Хорошо. И чуть-чуть больше выработка ярости. Да. А могу ли я Петрусу передать вот это кольцо? Могу. Вот он тоже будет чуть посильнее бить. Если будем брать его с собой, конечно. Отлично. Вот. Теперь я довольна результатом. Что ж. А задание у нас выполнено. Да? Полностью. Да. Осталось только задание Петруса и Альфред. Уже на следующий раз. Вручение. Ну, это все уже так. Дополнительные такие задания. Делать. И лекарства от Малекура. Судьба Константина. Да, еще много-много всего предстоит впереди. Поэтому давайте пока здесь сделаем небольшой перерыв. А к вам у меня огромная просьба. Если вам понравилось смотреть мое прохождение этой игры, поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Давайте советы. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Так вы не пропустите выход новых серий. Большое спасибо, что смотрите и поддерживаете меня. Приходите еще. До скорого.